А321 NEO LR vs. MS-21400, ВПК Самолет А320 С законцовками крыла Sharklets Источник AviationNews.eu Пресс-конференция 13 января 2015 года в Тулузе, на которой Airbus Представлял итоги прошедшего года и планы на новый 2015-й Послужила площадкой для обнародования принятого европейским авиагигантом решения на запуск программы самолета А321 NEO 97 Альтернативное обозначение Самолет представляет новый вариант исполнения Отличающийся повышенным, на 3,5 тонны, максимальным взлетным весом и двигателями следующего поколения Он станет самым крупным членом растущего семейства европейских авиалайнеров с так называемым узким фюзеляжем В поперечном сечении которого размещаются две пары по шесть кресел, разделенные проходом Базовый А321 NEO Взлетным весом 93,5 тонны разрабатывается для перевозки на 185 пассажиров В салоне двух классов, 16 бизнес плюс 169 экономического, на дальность до 6850 километров А вариант А321 NEO 97 Тоннс По утверждению производителя, сможет встать на рейсы протяженностью до 4000 морских миль, что составляет 7412 километров Его салон будет сделан с применением технологий Кабонфлекс В расчете на 206 мест в салоне двух классов обслуживания Рост дальности достигается за счет дополнительных топливных баков фюзеляжа У базовой модели максимальная заправка – 29500 литров Безусловно, господин Фабрис Бридия Принес хорошую новость авиакомпаниям Те, что эксплуатируют семейство A320 Смогут пополнить свой парк совместимой по технике машиной вместимостью порядка 200 пассажиров Вместе с тем, решение Airbus Наносят очередной удар по планам возрождения нашего отечественного авиапрома По состоянию на начало 2015 года, Россия выпускает, правда, в крайне ограниченном количестве Самые вместительные и дальние узкофюзеляжные авиалайнеры мира Семейство Ту-204-214 Максимальный взлетный вес для самого тяжелого, пассажирского, варианта Ту-214 – 110,75 тонн Он перевозит, в двухклассной компоновке 164 пассажира, одноклассной, до 210 Серийно выпускаемый А321 и недавно сертифицированный Ту-204 СМ показывают близкие транспортные возможности при перевозке пассажиров на дальность 45,5 тысяч километров Чем меньше дальность, тем больше по топливу выигрывает более легкий Airbus А отечественный самолет с его большим максимальным взлетным весом, крылом большей площади – 183 кВ Метра против 122,6, и объемов топливных баков показывает себя лучше на дальних маршрутах С появлением более тяжелого и экономичного Преимущество и на многочасовых рейсах перейдет к Аробусу В наступившем году корпорация Иркут обещает собрать прототип узкофюзеляжного авиалайнера следующего поколения MS-21300 В течение двух лет его сертифицировать и вывести на рынок А затем, разработать вариант с индексом минус 400, отличающийся удлиненным фюзеляжем Вместимость – свыше 200 человек, увеличенным крылом и более мощными двигателями PD-14N Запуск европейцами программы A321neo 97 Тонс С близкими характеристиками порождает прямого конкурента MS-21400 Программа A320neo Плод эволюции удачного A320 Впервые поднявшего воздух 22 февраля 1987 года Вариант с суффиксом ЧИО отличается наличием шарклетов Шарклетс Загнутые кверху дополнительные законцовки крыла Увеличивающие значение подъемной силы и аэродинамического качества за счет использования энергии концевого вихря Эта машина недавно поступила на эксплуатацию И летает, в том числе, на маршрутах из Шереметьево По ходу брифинга 13 января, среди авиакомпаний мира, продолжающих получать новенькие, с завода, самолеты А320neo Упомянул и Аэрофлот Следующий шаг эволюции А320neo С заменой двигателей серийные машины комплектуются CFM-56 либо V2500 На более экономичные На выбор предлагаются моторы Pratt & Whitney PW1100G И CFM International Leap 1А Проект запустили в декабре 2010 года, стартовых заказчиков объявили в январе 2011 Опытная машина впервые поднялась в воздух 25 сентября 2014 года Ближе к концу года американские авиационные власти выдали Pratt & Whitney Сертификат типа НА PW1100GJM К настоящему моменту налет превысил 150 часов в более чем 50 полетах Отмечено снижение расхода топлива в расчете на одного пассажира около 20% A320neo Заявлено сертификацию в третьем квартале Поставки авиакомпаниям начнутся в конце наступившего года Сравнивая обновленный самолет с базовым вариантом образца 2010 года Тулуза заявляет, что ей удастся достичь существенного снижения расхода топлива в расчете на одного пассажира На 19% для A319 И 21% для A321 Если Пратт & Whitney Выполнят свои обещания по снижению удельного расхода серийных двигателей нового поколения То к 2019 году придет дополнительное снижение на 2% Начиная с конца 2012 года Семейство А320 выпускается темпом 40-42 машины ежемесячно Как было заявлено на брифинге 13 января В краткосрочной перспективе увеличения не будет Причина Продолжается непростой процесс перевода производства на новую конструкцию планера по стандарту НИО Участники пресс-конференции заверили журналистов, что все идет по плану Если так продолжится и дальше То возможно увеличение месячного выпуска до 46 единиц начиная с 2016 года Заказы Прошлый год поставки узкофюзеляжных самолетов семейства А320 составили 490 против 493 в 2013 А новых заказов получено на 1321 машину С учетом покупателей, которые пока решили не разглашать свои сделки в течение 2014 года Airbus Получил заказы на 1041 А320 НИО И 504 А320 ШИО Варианты с суффиксом НИО не только более экономичные и дорогие Каталожная стоимость А321 с двигателями CFM56 или V2500 составляет 113,7 А А321 НИО – 124,4 миллиона долларов С момента начала продаж и до настоящего времени на обновленную машину подписались 70 клиентов Они заказали самолеты с индексом НИО в количестве свыше 3600 единиц А всего европейский производитель продал порядка 11500 скафюзеляжных самолетов Свыше 6000 уже поставлены, включая более 1000 А321 И 5500 еще предстоит поставить, из них более 1300 А321 СЛАШ СИО СЛАШ НИО Начало летных испытаний А320 НИО не подвел очерту под продажами текущей серийной модели После 25 сентября на самолеты с суффиксом ЧИО получено еще 300 дополнительных заказов Старший вице-президент Эбас Господин Джон Лихи Джон Лихи Утверждает, что битва А320 НИО – 737 Макс пока идет за преимуществом европейского производителя Соотношение по продажам составляет примерно 60 на 40 Таким образом, отчетливо просматривается большая склонность игроков рынка к нашему самолету, заключил он При этом Эбас Признает, что самолеты малой вместимости А319 НИО Продаются значительно хуже А320 НИ И А321 НИО Однако фирма не намерена отказываться от его производства Хотя бы потому, что эта модель лучше всего подходит для создания делового варианта самолета в линейке Airbus Corporate Jets А419 будет самым продаваемым в сегменте самолетов с салонами повышенной комфортности, заявил Fabris Bredia Самолет для Юдвахейзи Перспективный А321 НИО Варианта ЛРС Увеличенным до 97 тонн максимальным взлетным весом обещает быть на 23% экономичнее серийного самолета А321 образца 2010 года При этом во внимание принимается не только улучшение по линии аэродинамики и силовой установки, но и небольшой рост максимальной вместимости за счет тщательной перекомпоновки салона на основе решений Airbus Cabin Flex Сегодня для заказа доступен салон с максимальным числом кресел мест до 220 Мероприятия по программе Cabin Flex В будущем должны позволить увеличить эту цифру до 240 За счет более рационального использования внутреннего пространства, при сохранении габаритной длины самолета 44,51 метра, салона – 34,44 метра По мнению, Airbus перспективный A321 Neo LR станет хорошей заменой Boeing 757-200 Последний поставлялся авиакомпаниям в период с декабря 1982 года Вариант с взлетной массой 115,6 тонн мог перевозить 186 пассажиров на дальность до 7000 километров Предлагались различные компоновки салона, в том числе с количеством пассажирских мест до 239 Получить на A321 Neo Дальность полета, близкую к цифрам более тяжелого Boeing'а, можно с помощью дополнительного топливного бака-фюзеляжа, размещаемого в пространстве под основной полубой Кроме того, конструкторам потребуется внести небольшие изменения в крыло и фюзеляж Предварительные расчеты показывают, что новый самолет, пусть он и легче Boeing'а, за счет лучшей экономичности, на 30%, будет обладать лучшими значениями коммерческая нагрузка, дальность Рынок может составить порядка 500 единиц на замену существующего парку и еще 500 из-за общего роста рыночной потребности в самолетах с таким уровнем вместимости и дальности полета Данная оценка прозвучала 13 января из уст Первым покупателем A321 Neo LR стала лизинговая компания Air Lease Corporation, возглавляемая легендой рынка, господином С ней подписан меморандум о взаимопонимании на 30 A321 Neo В дополнение к ранее размешанным контрактам на 60 узкофюзеляжных лайнеров следующего поколения Таким образом, лизинговая фирма из Лос-Анджелеса становится стартовым заказчиком новой модели европейского авиалайнера Первая поставка – до 2019 года Компания ALC хочет создать себе площадку в каждом из многообещающих секторов рынка, включая те, которые могут быть открыты при помощи нового варианта A321 Neo Прокомментировал ситуацию Юд Вахейзи По утверждению Airbus A321 Neo 97 тонн станет самым дальним самолетов из всех известных узкофюзеляжных самолетов, которые присутствуют на мировом рынке Он идеально подходит для полетов под трансатлантическим маршрутом и позволит авиакомпаниям эксплуатировать узкофюзеляжные самолеты на дальних маршрутах, которые ранее были не под силу машинам данного класса Пресс-релиз Airbus Содержит следующую фразу старшего вице-президента Рынок узкофюзеляжных самолетов повышенной дальности полета представляется нам весьма доходным На нем будет доминировать Благодаря лучшему уровню комфорта, экономическим показателям и значениям дальности полета Новый вариант исполнения А321neo Представляет машину, способную генерировать высокую прибыль, которая поможет нашим заказчикам отрыть много новых возможностей А321neo LR Против МС-21400 Все вышеперечисленное ставит А321neo 97 тонн с по характеристикам коммерческая нагрузка Дальность полета в один ряд с более тяжелыми российскими самолетами семейства Ту-204-214 Правда, последние выпускаются штучно и их присутствие на мировом рынке по сути лишь номинальное А к 2019 году, когда товарные экземпляры нового европейского самолета появятся на рынке Выпуск Ту-204-214, скорее всего, будет окончательно свернут По этой причине глупо винить европейских